Здравствуйте, дорогие Козероги! Пролетела неделя, и давайте посмотрим, что обещает нам грядущая. Расклад для знака зодиака Козерог с 26 октября по 1 ноября. Посмотрим, что ожидает наших Козерогов. Итак, Козероги, у вас достаточно хорошие карты выпали, значит, не будем затягивать, и сразу приступим к анализу. Во-первых, вся неделя, которая нам предстоит, у вас она будет благоприятной. Карты все очень хорошие. Они говорят о том, что вы можете ставить себе достаточно высокие цели, даже выше, чем вы планировали или думаете, что можете осуществить. Вы можете прям ставить себе точку, прям какую-то недосягаемую в списке дел, на неделю писать, прям поднакидывать туда больше всяких мероприятий, и вы всё сможете осуществить. Кроме того, вам на помощь будут приходить люди, и вы можете их просить об этом, и вам все ответят на согласие и помогут. Вы можете даже где-то не просить, вам помощь предложат, и вы можете на неё соглашаться. Значит, сама неделя, она многого может принести всего хорошего. То есть вы можете получать как финансовые какие-то премии, какие-то ещё дополнительные источники доходов у вас могут появиться, или просто кто-то вам подкинет деньжат, может быть, любовник, или, может быть, муж принесёт и расщедрится, а может быть, кто-то отдаст вам долг, кто должен был. Поэтому неделя финансово достаточно стабильная, всё у вас будет прекрасно. Хотелось бы остановиться на... Старший Аркан нам указывает на... Во-первых, это события такие очень серьёзные. И данная карта указывает на то, что будут происходить какие-то события именно судьбоносные в вашей жизни. Возможно, вас ожидает поездка. И так как эта карта находится на месте рекомендации, то что, допустим, может быть у девушек? У вас может быть какой-то любовник, или мужчина, или только это новое знакомство, или уже достаточно продолжительно он может пригласить вас к себе в гости. И вы можете смело поехать. Вот, карты всё положительные, они даже рекомендуют вам поехать. Вы прекрасно проведёте время. Он вам там ещё и деньжат подкинет, подарит подарков. Вы хорошо проведёте время, эмоции будут положительные у вас исключительно. Вот, поэтому такие предложения, если будут поступать, вы можете на них соглашаться. Конечно, я не рекомендую никому легкомысленные какие-то поездки к незнакомым людям. Но если этот человек проверенный, если вы знаете его, то предложение может поступить, и можете смело на него соглашаться. Дальше. У некоторых дам, возможно, предстоит командировка, в которую вас либо отправит начальник, либо вам придётся его сопровождать. Вот, это будет поездка дополнительно оплачиваться. Вот, либо, если об этом речи не будет, вы можете смело, совершенно смело попросить у своего начальника именно доплату за эту поездку, и вы тоже получите, ну, согласие, вам доплатят за неё. Вот. Кроме того, что ещё может быть на этой неделе? Для девушек вы можете встретить на этой неделе мужчину такого, ну, судьбоносного, ну, судьбоносного не в смысле. В любом случае, да, это будет кармическая какая-то связь, но это может быть именно муж. Вы можете встретить будущего своего мужа. Потому что карта очень сильная, и говорит о том, что сейчас те, кто уже серьёзно этим вопросом озадачен, велика вероятность в этом периоде встретить такого человека. Поэтому, конечно, на свидание в фате приходить не нужно, вот, но вы можете именно целенаправленно, если вас зовут, в общем, если вас зовут мужчина на свидание, ходите, просто ходите. Но у вас как бы чётко, ну, будет понимание, что один мужчина, это может быть для развлечений, какой-то материальной поддержки, чего-то такого, а другой, это вот именно для семьи. Вы поймёте, кто для чего, это будет понятно сразу. Не питайте, пожалуйста, иллюзией, ну, наоборот. Возможно, даже многие из вас-то останут перед выбором. Тоже вот так интересно карты выпадают. То есть колесница, она может означать выбор, и она, видите, выпадает между двух королей у девушек. Вот даже для парней меньше информации из этой интерпретации, а для девушек очень много. И вы можете оказаться перед выбором. То есть, допустим, ваше сердце и разум могут расходиться. Один, например, за вами ухаживает, очень сильно любит вас, на руках носит, но у вас чувств к нему нету. А второго вы обожаете, просто с ума по нему сходите, готовы пойти за ним на край света белого. Но он к вам как бы по-другому относится тоже. И вы можете оказаться на этом распутье. Если вы оказались на нём, карты вам рекомендуют сделать паузу. Колесница, она говорит о том, что всё идёт своим чередом. Вы не сможете всё равно подогнать события под свои ожидания. Вы не сможете опередить какие-то события, которые должны произойти. То есть, если вы сейчас стоите именно на распутье двух мужчин, значит, пока просто наблюдайте. Просто наблюдайте, ничего вы не потеряете. Либо если кто-то из них отвалится сам, значит, так и должно быть. Либо пройдёт ещё немного времени, и вы сможете принять более осознанное решение. На сегодняшний день вам будет тяжело сделать выбор. Это в том случае, если вы выбираете между двух мужчин. Кроме того, что может ещё быть у козерогов, исходя из этого расклада? Вы можете стать... Это уже и для мужчин, и для женщин. Вы можете стать на распутье между двумя работами. Например, одна работа, вы на ней очень хорошо зарабатываете, вас устраивает зарплата, но счастье вам она не приносит. Вы как бы всё равно несчастны. Ну, грубо говоря. Да? А есть другое дело. Оно для души. Оно сейчас не приносит вам такого... Ну, на сегодняшний день... Ну, не обеспечивает вас полностью, да? И не может на сегодняшний день вас обеспечить. Но вы как бы хотите в это уйти. О чём говорят... Что вам карты рекомендуют сейчас? Вы можете рискнуть. Можете рискнуть. Но это будет прям риск. Вам какое-то время придётся пройти через трудности, через испытания. А можете попробовать всё-таки совмещать. Например, не бросать ту работу, которая пока ещё приносит деньги, но уже пытаться монетизировать понемногу своё вот это другое занятие, которое у вас есть. По чуть-чуть, просто как хобби, начинать. И когда вы начнёте получать здесь первые деньги, тогда вы сможете отказаться от этой. Но если вы сейчас бросите финансовую работу ради той, которая для души, вам придётся пройти через трудности. Вот. В общем-то, такой расклад у вас достаточно интересный. Вот. Ну что, до встречи через неделю. Вот. И спасибо за внимание.